Первая учебная неделя в Бийском технологическом институте прошла под лозунгом «Растапливаем лед между студентами и первокурсниками». Будущие химик и два инженера снимают ролик о работе тьютеров вуза. Для этого они раздобыли фотоаппарат, ранее все снимали на телефоны, а застав нашу съемочную группу, воспользовались случаем и позаимствовали микрофон. О жизни родного вуза в соцсетях студенческие медийщики рассказывают регулярно, но пока только в двух форматах. Пока только ролики и посты, потому что нет соответственного оборудования. У нас не было долгое время, ну даже видеокамеры нам ее одолжили на какое-то время, и периодически у нас видео начали появляться. Из-за скромных технических возможностей многие интересные события вуза медиа-центр не освещал. А жизнь в институте кипит. Есть своя музыкальная группа, действует несколько студотрядов. На съемку одного лишь фрагмента этого ролика, рассказывает ответственный за медиа сопровождение, боец отряда проводников ушло несколько часов. На весь ролик недели. Слишком долго, говорит Денис, для молодежных проектов. А между тем, многие из них общественно значимые. Так, на встрече с депутатом Госдумы Александром Прокопьевым презентовали новый патриотический проект по созданию телеграм-канала «Телеграма герою». Целью данного проекта является аморальная поддержка участников СВО и получение обратной связи от них. Проекты студентов и развитие молодежного медиа-центра Александр Прокопьев поддержал. Вручил сертификат на 100 тысяч рублей. Успехов. Спасибо. На что потратить сертификат студенты решили буквально в минуту. Несколько микрофонов-петличек, статическую камеру и другое оборудование, необходимое для создания качественного фото- и видеоконтента. Задача любого медиа-центра, где бы он ни находился, в УЗИ, в школе, либо в сельском доме культуры, это поддержка значимых молодежных проектов. Мы с этой темой работаем достаточно давно, поддерживая медиа-центры с 2018 года. Имеем контакты с 12 медиа-центрами в моем округе. И постоянно поддерживаем, в том числе с точки зрения оборудования. Интервью и подкасты с преподавателями, топовые рилсы о работе волонтеров ВУЗа, качественные ролики о студотрядах. Это лишь часть идей, которые хотят воплотить в жизнь активисты Бийского политеха. А руководство ВУЗа уверено, сейчас начнется новый этап не только для студенческого медиа-центра, но и института в целом. Для меня, как для администрации ВУЗа, медиа-центр несет даже более глубокую, более фундаментальную роль. Почему? Потому что это один из способов привлечь абитуриентов. А у студентов не менее амбициозные цели – попасть в число лучших учебных медиа-центров страны в ближайшие годы. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком.